Главная новость сегодня, вероятно, одна из топовых на предстоящие несколько месяцев решение британцев покинуть ЕС. Подвели итоги референдума. Большинство жителей Туманного Альбиона считают дальнейший союз с Единой Европой бессмысленным. Но Великобритания это ведь соединенное королевство, объединяющее четыре унитарных государства, и жители двух из них, Шотландии и Северной Ирландии, хотели остаться в ЕС. И теперь готовы думать уже о выходе из состава Великобритании. Как бы то ни было, принятое решение уже является историческим, и Европа на пороге больших преобразований. Премьер Кэмерон объявил об отставке. Из Лондона репортаж Дмитрия Сошина. Триумф свободы или большая европейская трагедия? Результаты референдума британцы и обескураженный мир оценивают по-разному. Для Дэвида Кэмерона он предложил провести референдум и был главным агитатором за Евросоюз. Сегодняшняя новость означает конец политической карьеры. Вместе с женой он вышел на порог Даунинг-стрит и заявил, что в октябре уходит в отставку. Британцы четко решили выбрать другой путь. Таким образом, я думаю, что стране необходимо новое руководство, чтобы повести его в это направление. Я сделаю все возможное, как премьер-министр, чтобы удерживать корабль в ближайшее время. Но было бы неправильно остаться капитаном, направляясь к следующему пункту назначения нашей страны. Это решение далось мне нелегко. Мы должны стремиться, чтобы новый премьер вступил в должность уже в октябре. Я останусь в должности премьер-министра во главе кабинета в течение следующих трех месяцев. Явка на вчерашнем голосовании была высокой. Около 72 процентов могла быть и выше. Но непогода, ливень, ураганы, наводнения не дали многим добраться до избирательного участка. Но вряд ли это решило исход голосования. Прекрасная, чудесная новость. Мы хотим вернуть былую славу Англии, Великобритании. И мы это сделаем. Да, я счастлив за всю нашу страну. Я голосовал за Европу, но в конце концов это выбор всех британцев. И возможно мы от этого получим что-то хорошее и будем хорошими соседями. Этот референдум расколол нацию. За выход 51,9 процента. За членство в ЕС 48,1. Разрыв меньше 4 процентов. В Англии за выход из Единой Европы отдали свои голоса почти 15 миллионов человек. За членство в ЕС около 13 миллионов. За европейский выбор голосовали Ливерпуль, Манчестер, Лидс, Йорк. И разумеется Лондон, город с самой большой иностранной диаспорой. В Бирмингеме, втором по величине городе Британии, евроскептики победили с перевесом всего в 3800 голосов. Уэльс проголосовал за Брекзит. Исключение составила лишь столица Кардив. В Шотландии и Северной Ирландии, как и ожидалось, избиратель подтвердил верность Единой Европе. Сейчас важно сделать всё, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. Действовать трезво, мудро, так как предстоит иметь дело с последствиями этого шага. Победители из официального лагеря Брекзитёров, бывший мэр Лондона Борис Джонсон и министр юстиции Майкл Гоуф на первой после референдума пресс-конференции выглядели растерянно, как будто не знали, что им дальше делать. Проголосовав за выход из ЕС, важно отметить, что нам не нужно торопиться, и, как уже заявил премьер-министр, в ближайшем времени не произойдёт никаких перемен. Сейчас начинается важная работа по тому, чтобы реализовать волю народа и вывести нашу страну из внешнего подчинения. Джонсон и Гоуф так и не объяснили, каковы дальнейшие планы. Кто будет вести переговоры с Брюсселем? Очевидно, Гоуф, работавший в правительстве. Опыта управления столицей Джонсону недостаточно, чтобы вести сложные переговоры. Новые звёзды британской политики так и не объяснили, как постановить спокойствие на финансовых рынках и что делать с фунтом, который побил 30-летний рекорд падения. Пока не совсем понятно, как будет происходить процесс передачи власти. Чтобы стать премьер-министром, Борис Джонсон для начала должен быть утверждён лидером консервативной партии. А это может случиться в сентябре или начале октября на съезде консервативной партии. Затем Дэвид Кэмерон теоретически может предложить его кандидатуру на пост премьер-министра. Такое уже происходило, как, например, с лейбористами Тони Блэром и Гордоном Брауном. Но многие, в том числе и в рядах консервативной партии, настаивают на том, чтобы нового лидера выбрали по итогам внеочередных парламентских выборов. Непонятно, как неожиданные победители будут делить власть. Ведь Найджел Фарадж, лидер британской партии независимости, уже потребовал места в правительстве Брекзита. Но Джонсон и Гоуф держатся от него в стороне. Посмотрите, даже погода улучшилась. Это был чертовски длинный путь. 17 миллионов людей проголосовало за Брексит. Это победа для обычных людей, достойных людей. Это победа над крупными банками, предпринимателями, над большими политиками. И я горжусь всеми, кто набрался храбрости и мужества перед лицом всех угроз, чтобы сделать правильный выбор. Хотя сегодня Кэмерон и его оппоненты говорят, что не допустят распада Британии, реакция Эдинбурга на итоги референдума была однозначной. Глава шотландского правительства Николас Тёрджин заявила, что плебисцит подтвердил стремление шотландцев быть единой Европой. На языке реальной политики это означает, что второй референдум о независимости не за горами. И на этот раз шотландцы точно уйдут. Шотландский парламент имеет право объявить о новом референдуме, если изменится политическая ситуация, которая установилась с 2014 года. Сейчас Шотландию, помимо её воли, хотят вырвать из Европы. Так что в настоящий момент на повестке дня второй референдум о независимости. Политики в Северной Ирландии также дают понять, Брекзит по существу запустил процесс отделения этого неспокойного региона от Соединённого Королевства. Новости из Британии вполне могут вызвать эффект домино во многих европейских странах. Я думаю, мы увидим скоро и в других странах движение в сторону выхода из ЕС. И они тоже захотят провести у себя референдумы. Так что мы выступаем в качестве катализатора. Британцы, похоже, ещё не могут прийти в себя. Ценники в магазинах, несмотря на обвал фунта, остаются прежними. Многие понимают, что развод с Евросоюзом – процесс долгий и потребует годы переговоров. Любопытно, что в 1975-м, тогда британцы во время референдума одобрили членство в ЕС, за общий европейский рынок проголосовали почти 70% избирателей. Получается, что за 40 лет жизни в ЕС британцы стали убеждёнными евроскептиками. И ещё один вопрос – а на каких правах будут жить в Британии трудовые мигранты? Я работаю в киноиндустрии. Зачем ей нанимать меня, немку, если они могут взять человека из Британии, который с рождения имеет полное право жить здесь? Дело не в том, что страна покидает Евросоюз, а то, что теперь каждый должен бороться, чтобы жить здесь на законных основаниях. Для живущих в Великобритании швейцарцев официальный Берн организовал горячую линию. А в Берлине, в резиденции канцлера, по итогам референдума, идёт экстренное заседание Кабинета министров и лидеров фракции Бундестага.